МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель намерен прервать гегемонию БНТУ БелАЗ. Гонбалистки из столичного региона выигрывали 7 чемпионатов к ряду. Гомельчанки два последних сезона останавливались в шаге от золота. Финальная серия нынешнего чемпионата стартовала поединком в Гомеле. В начале матча никто из соперников не бросился с места в карьер. Команды не форсировали события и играли осторожно, а потому результативность была невысокой. До середины первого тайма никто не мог вырваться вперед в счете. А вот заключительные 15 минут остались за гостями. Гонбалистки из столичного региона потихонечку наращивали преимущество и к перерыву вели 4 мяча 13-9. На старте второго тайма ход матча не изменился. Гонбалистки Гомель, отрабатывая в обороне, порой теряли мяч в самых безобидных ситуациях. Не все получалось и у ворот соперника. К сожалению, не пошла игра у голкипера Валентины Кумпель. Не хватило и длины скамейки. Не нашлось полноценной замены на площадке Екатерине Дубовцовой на позиции правого полусреднего. То есть, нервы. Я целую неделю говорил, если будете нервничать, ничего не будем сделать. Просто успокоить их. Справились с нервами гомельчанки за 7 минут до финальной сирены при счете 23-16 в пользу соперника. Когда казалось, что уже исход предрешен. Прорвало, иначе не назовешь. Две минуты понадобилось хозяйкам площадки, чтобы сократить разрыв до 4 мячей. 20-24. Больше минчанки в этом матче не забрасывали. А вот Гомель на радость трибуном постепенно подводил матч к валидольной концовке. Чуть менее, чем за минуту до конца встречи при счете 22-24 минчанки остаются в меньшинстве, а гомельчанки получают право на 7-метровый штрафной бросок. К сожалению, Оксана Артамонова не смогла переиграть голкипера. Чуть ранее не забросила гонбольный пенальти и Анна Редько. Надо отдать должное гонболисткам Гомеля. Рук они не опустили. Отбившись в защите, сумели сократить отставание до минимума. На большее не хватило времени. Показали, что сдаваться мы не собираемся. Немножко перенервничали. Психологически очень тяжело было отстоять и кубок, и Балтийскую лигу. Но ничего еще у нас впереди. Плей-офф будет до трех побед, так что еще не все потеряно. Томаш Чаттер игрой своих подопечных остался доволен. Гонболистки показали бойцовский характер и боролись до последних секунд. Просто БНТУ был немного сильнее. У нас разливали кибель договор, где их надо зацепить. Теперь 15-20 минут, потом будет легче. Но получилось наоборот. Мы их на концу зацепили немножко с активной защитой. 3-2-1. Ничего плохого. Будем готовиться. Следующий на деле опять вперед. Две игры подряд. И надеемся хорошим счетом. Следующие две игры финальной серии состоятся 14 и 15 мая на площадке БНТУ. Мужские команды разыграли кубок страны. Гомель в полуфинале ожидаемо уступил БГК. И в матче за третье место встретился с неудачником второй пары одной второй финала Могилевским Машекой. Гомельчане без проблем одолели соперника 35-17. БГК имени Мешков в девятый раз стал обладателем кубка страны. Счет финала против СКАМ 27-23. Лучшим бомбардиром финала четырех стал левый полусредний Гомель Андрей Ященко. На его счету 13 заброшенных мячей в двух матчах. Также выходит на финишные этапы один из самых интересных и непредсказуемых чемпионатов страны. Мини-футболисты начали борьбу за медали. Первые четвертьфинальные матчи состоялись 5 мая. В сериях до двух побед повели в Эрзелить Сельмаш, Гранит и Столица. Продолжились противостояния 9 мая. Гомельские ВРЗ и БЧ принимали соперников на своей площадке. 9 мая в Гомеле был большой мини-футбольный день. На паркете спорткомплекса «Локомотив» один за одним прошли два матча четвертьфинальной стадии чемпионата страны в высшей лиге. Сначала отношения выясняли БЧ и Столица. Отступать железнодорожникам было некуда. Поражение в этой игре и сезон для команды завершен. С первых минут хозяева стали наседать на ворота соперника. Однако завершить атаки результативным ударом не удавалось. Успокоил гомельских болельщиков Цверко. На 10-й минуте он вывел хозяев вперед. До перерыва счет на табло не изменился. А в начале второй половины свое слово сказал Александр Вершинин. Получив мяч в центральном круге, он пробежал несколько метров и пробил. Голкипер к такому повороту был не готов. 2-0. Тут уже столице надо было непременно забивать, дабы не доводить дело до третьего матча. Менчане завладели инициативой. Игра вторым номером у железнодорожников получалась. Футболисты БЧ были внимательны в обороне, постоянно прессинговали соперника. К тому же удалось найти противодействие бразильскому гиганту Бета. Напряженность на площадке выливалась в нарушение желтой карточки. В итоге к 36-й минуте в пассиве железнодорожников было 6 фолов. Тикуришвили реализовал 10-метровый удар. И надежды на положительный для БЧ исход матча пошатнулись. Спустя уже несколько минут норму нарушений исчерпали и гости. Правда, Черниенко не смог переиграть галкипера. В следующей же атаке Вершинин вернул своей команде преимущество в два мяча. До финальной сирены оставалось чуть более минуты. И за это время цифры на табло не изменились. 3-1 в матче и 1-1 в серии. Теперь все решится 12 мая в столичном дворце спорта «Уручье». В этом сезоне я уже привык к тому, что мы создаем очень неплохие моменты и на контратаках, и в позиционных атаках. Да, но не всегда забиваем. Поэтому у меня абсолютно не закралось никакого плохого мнения или мысли. Поэтому все верили до конца, все играли и мы были вознаграждены. Наша арена, наш зал, наши стены, как бы эмоции. Нам уже не было некуда отступать, потому что мы там проиграли. И из-за этого много было желания, и мы всю игру как бы прессинговали. Ну и хорошо, что у нас сил хватило. После на паркет вышли ВРЗ и Витен. Здесь уже некуда отступать было гостям. В первом матче в Ворше энергетики крупно уступили 1-5. Гамильчане же могли оформить выход в полуфинал перед своими болельщиками. Обе команды начали осторожно. В первом тайме ближе к забитому мячу все-таки были гости. Они организовали несколько очень опасных моментов. Однако открыть счет не удавалось. А вот вагоноремонтники смогли. Под занавес тайма. Дмитрий Рябцев подобрал мяч, выбитый из вратарской игроком соперника. И пробил 1-0. Во втором тайме гамильчане играли по счету и были внимательны в защите. Энергетики попытались взвинтить темп, но пропустили. Отличился Станислав Лемешко. Минут за семь до финальной сирены Витен начал выпускать пятого полевого. И одна из позиционных атак принесла успех. На 37-й минуте Сильченко затолкал мяч в ворота ВРЗ. Витен до последних секунд не оставлял попыток отыграться. Чем могли не раз воспользоваться вагоноремонтники. Однако попасть в пустые ворота не удалось. 2-1 и ВРЗ впервые в своей истории выходит в полуфинал национального чемпионата. Отметим, что в минувшем дебютном для себя сезоне вагоноремонтники в четвертьфинале уступили именно Витену. Реванш удался. Если первую игру мы проиграли вообще 100% по делу, вторая игра нету фарта, ждем фарта. Витен очень хорошая команда, укомплектованная команда классными игроками по меркам белорусского футбола. Я уже говорил и там в интервью сказал, что чтобы обыгрывать такую команду надо 100% самодачи, чтобы звезды сошлись. Сегодня, наверное, при равной игре, но мы победили. Лучший бомбардир ВРЗ в этом сезоне Евгений Клочко первый матч полуфинала, который состоится 15 мая, пропустит из-за перебора желтых карточек. Но он уверен, что команде под силу еще пошуметь в чемпионате. Я думаю, что команда растет. Раз мы достигаем уже такого успеха, то я думаю, команда выросла и готова бороться выше и выше. Еще одним полуфиналистом стал Лид Сельмаш, во второй раз обыгравший Борисов 900. Победители пар БЧ «Столица» и «Мопит Гранит» определятся 12 мая. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси на минувших выходных состоялись матчи четвертого тура. Разнаменовался он первым в этом сезоне областным дерби. Гомель съездил в гости к Светлогорскому «Химику». Гомельчане одержали минимальную победу. Единственный мяч на 34-й минуте забил Павел Ситко. За снос в штрафной Янченко судья показал на точку. Капитан Гомельчан сумел переиграть галкипера «Химика». Для Гомеля эта победа стала третьей подряд, одержанной со счетом 1-0. В матче Гомель-Желдор-Транса и Минского торпеда также все решил гол, забитый после стандарта. На 25-й минуте гомельчанин Николай Загвоздин удачно пробил штрафной. В чемпионате пока только Гомель-Желдор-Транс не терял очков. После четырех туров на счету железнодорожников 12 набранных баллов и первое место в таблице. Гомель на втором месте с 10 очками в активе. Замыкает тройку лидеров Могилевский Днепр. Светлогорский «Химик» на 13-й позиции. 20 олимпийских лицензий завоевали спортсмены Гомельской области для участия в летних играх в Рио-де-Жанейро. Пока бороться за медали будут представители восьми видов спорта. Ожидается, что совсем скоро этот список будет расширен. Через несколько дней за путевки в Олимпийский Рио начнут бороться гомельские боксеры. Сражаться за путевку в Рио гомельские боксеры готовы. Мужчины их могут завоевать на турнире в Азербайджане. Попасть в состав национальной сборной можно на Кубке Беларуси. Конкуренция будет серьезной. На всю страну в боксе у нас пока одна лицензия. В майском Кубке страны свое мастерство продемонстрируют и гомельчане. Это наши лидеры нашего бокса на данный момент. Не только в области, но и в республике. В весовой категории 64 килограмма Максим Веслоух. 91 килограмм Леонид Чернобаев. Супертяж Александр Калеев. Ну и наши молодые боксеры это Вадим Панков и Владислав Смяликов. Надеемся на то, что они смогут проявить себя и попасть в команду. Ну и проявить себя уже на Олимпийском турнире. Александр Калеев параллельно с подготовкой к будущим стартам находит время для работы с подрастающим поколением. Его ученики пока покоряют свои первые пьедесталы почета. Он сам стремится попасть в Олимпийскую сборную. И не оглядывается на неудачи. Мы приехали из Турции. Был там лицензионный турнир первый европейский. Ну в общем я проиграл там в первом бою. Ну не хватило в общем подготовленности. Потому что до этого была травма стопы у меня. Долгое время не тренировался. Отсюда не было боев и не было спаррингов таких. Ну тоже с высокими боксерами в тяжелом весе. Вот все это как бы повлияло. И ввиду того, что не был готов провести бой, чтобы одержать победу. Мужчина отправится в Баку. А вот представительницы условно слабой половины человечества в Казахстан. Там состоится чемпионат мира. Он будет проходить в Казахстане, городе Астана с 19 мая. На нем будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. Мы туда готовимся самым серьезным образом. У нас проходят три тренировки в день. То есть даже в воскресенье у нас есть тренировки. Мы очень нацелены на него. И все без исключения хотим попасть в Рио. Это наша, можно так сказать, самая яркая звездочка из женщин, которая имеет определенный опыт. Опыт международных турниров. В разных странах она имела победы над боксанами из других стран. Неоднократная чемпионка страны. Это 67 килограмм. Галина Бруевич. Это характерный боец. То есть она всегда проявляла характер. Всегда вела себя в ближнем бою. По-мужски можно так сказать. Ну и наша тяжеловеска. 75 килограмм. Виктория Кебикова. Ну которая проявляла себя в универсальном бою. То есть вела себя всегда универсально. То есть в игровом плане пыталась выигрывать бои. И иногда у нее это получалось. И молодая боксана. Это Юлия Панасович. То есть наша молодая боксана. Которая всегда проявляла характер и настырность во время боя. Ну и у нее. Она сейчас тоже чемпионка страны. И мы надеемся, что она будет идти и дальше. Женский бокс совсем недавно включен в олимпийскую программу. Боксаны выступают в трех весовых категориях. 51, 60 и 70 килограммов. А гомельские спортсменки лучшие в стране. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова